Жил-был Дон Кихот. На самом деле он не жил, и на самом деле не Кихот. Поэтому начнем, пожалуй, сначала. Жил-был Сиди Кишар, хотя некоторые скептики утверждают, что и он тоже не жил, а его кто-то придумал некий автор, как Сервантес придумал Кихота. Но кто ж тогда жил, если никто не жил, ведь кто-то жил? Говорят, у Кишара была страшная морда. Другие говорят, что морда у него была нормальная, просто имя было такое, ведь Кишара – это страшная гримаса. И Кишот, который Кихот, слово того же корня. Хотя кто знает, какая морда была у Кихота? Только автор, то есть Сервантес. Про Кишара рассказывали странные люди, которые жили в Испании, молились на арабском и назывались шерстяными от слова суф – шерсть. Они вообще много чего рассказывали, любили сказки, писали стихи, которые пели под музыку. Им потом подражали ваганты, но это было позже, и то была попса. А вот когда было раньше, то шерстяные рассказывали сказки про человека со страшной мордой, который бился с водяными мельницами и бродил в пустынях, называя себя странствующим слугой своей возлюбленной, которой он пел песни по ночам, чем немало смущал ишаков и имамов. Никто и никогда не видел его возлюбленную, говорят, ее звали София или София. Зато рядом с ним всегда видели то ли слугу, то ли прихлебателя, еще более юродивого бродягу, которого звали Мустафа. Иногда они пели хором, но тогда оба бывали биты жителями и прогонялись обратно в пустыню, откуда пришли. Кисар показывал обывателям страшные рожи, а Мустафа показывал такое, что и сказать нельзя. А между собой шерстяные шептались, что эти двое не только пели, но и пили. Не только пели о вине, но и пили вино. И допивались иногда до зеленого человечка. Они называли его Хизр, зеленый, и часто с ним беседовали. Как и Софию или Софию, разные говорят, ее еще белой дамой называли, этого Хизра тоже никто и никогда, кроме этих двоих, не видел. Ну или почти никто. А кто видел, говорили, что зовут его Ал-Хадир. И ходит он в зеленом плаще, живет на земле вечно, любит животных, а людей, которым является, иногда лупит посохом, отчего те получают хау или просветление, после чего начинает видеть Софию и рассказывает сказки. Но, если честно, толку от таких было мало. Они или начинали вертеться, как волчки, и не по делу, впадали в вадж или транс с пены у рта, или прекращали молиться и уходили в степи. Почему в степи? В пустыне тоже уходили. Кто-то называл таких каландари, кто-то маломати, а кто-то и вовсе маджнунами, психическими. Про Дон Кихота тоже говорили, что он психический, но Сервантес ничего не мог с ним поделать. С тех пор, как ему в детстве ваганты рассказали про Кишара, он не мог жить спокойно, пока не написал про Идальго из Ла-Манчи, его возлюбленную Дульсинею и верного слугу Санчо Пансу. Сервантес чуть с ума не сошел, пока не дописал. Ему снился какой-то зеленый мужик, который лупил его по голове посохом. А когда написал, то вскоре и помер. Говорят, был этому очень рад. Но кто говорит, неизвестно, ведь помер же. А вот Дон Кихот с тех пор жив, и его стало много. Он расселился повсюду. Помнится в Ялте Михаил Чехов плакался в жилетку врачу и своему дяде Антону Павловичу, что не может спать, потому что Дон Кихот по ночам лупит его длинным копьем по голове, заставляя его себя сыграть. Сыграл у Станиславского, но не помогло. Антон Павлович тогда решил, что племянник болен, но ничего ему не сказал. Тот потом уехал в Америку, а те, кто его, Михаила, видели на сцене, в один голос говорили, что в нем живет черт, который даже форму черепа, разрез глаз и рост актера менял. А еще говорили, что на него другие сумасшедшие плохо повлияли. Станиславский, который практиковал йогу с медитациями, и вахтангов с Мирхольдом, со своими верчениями и трансовыми плясками. Говорят, Михаила потом с трудом из конвульсии выдирали, и пена изо рта шла, и на непонятном языке говорить начинал. О чем это я? Глория Аль-Инхеньёсо Идальго Дон Кихоте де Ла Манча. И напоследок, не забывайте, пожалуйста, про лайки и подписки. Редактор субтитров А.Семкин